Быстрейший путь к церковному чудовищу проходит через сокращение, про которое вы узнали в предыдущем эпизоде гайдов. Теперь вам нужно узнать немного о поединке с этим боссом. Если это хорошие способы, так и плохие. Если у вас не получается, скорее всего вы усиленно ругаетесь на камеру. А если все хорошо, то наверняка вы находитесь в активной близости с его бедрами. Вообще, сражение может закончиться уже через 2 минуты после начала, если вы используете мой способ. В частности, существует 3 очень эффективных способа сражаться с ним, делающих поединок с ним легкой прогулкой. Шаг 1. Большая часть ваших атак должна быть с помощью заряженных ударов. Это наносит намного больше урона и вредит его конечностям быстрее. Каждый раз, когда атакуете, цельтесь по его ногам или рукам. Двух полностью заряженных атак на любой из его конечностей будет достаточно, чтобы повредить ее. Когда он отпокидывается вот так, у вас появляется шанс на еще одну такую атаку или время для лечения. А потом снова продолжаете точно так же. Поэтому, разблокируйте камеру и проводите большинство времени как можно ближе к его ногам или спине. Его атака в повороте наносит очень мало урона. Если вы следите за его руками, то значит вы в состоянии вернуться от любой его атаки. А если вы прямо за ним, он вообще не сможет вас атаковать. Если церковное чудовище стало спиной к стене, становится очень трудно встать самому в правильную позицию. Так что если такое случилось, мы переходим ко второму шагу. Прицельтесь на босса и отходите назад. Вам надо по возможности разместить его по центру моста. Потому что тогда у нас всегда есть возможность обойти. И пока вы передвигаете его, у вас есть шанс подстрелить чудовище. Прицельтесь на его верхнюю часть тела и после нескольких выстрелов в голову, он опрыкинется и даст возможность совершить критическую атаку. После того, как вы нанесли ему такой удар по голове, у вас не будет возможности совершить его снова, пока он не залечит ее. Так что вы должны внимательно следить за красным свечением. Оно появляется вокруг конечности, которые он лечит. Когда он залечит ее, это значит, что можно снова его поткнуть. Если это сражение прошло успешно, церковное чудовище должно провести половину времени, залечивая себя или получая критические удары, делая очень легким его убийство. У вас будет много возможностей полечиться, благодаря тому, что вы будете оставаться за его спиной и следить за руками. К этому моменту босса должно остаться меньше одной трети здоровья. И примерно в этот момент он становится по глупому агрессивен. Он атакует без остановки, даже если вы запомнили все его атаки. Используйте это как свое преимущество и переходите к третьему шагу. Так что прицельтесь и отбегите от него. Используйте найденные в центральном ярдоме коктейли молотого. Начинайте бросать их в церковное чудовище, потому что огонь наносит много урона боссу. Будьте осторожны с его дальними атаками. Бой должен закончиться к этому моменту, а вы должны убить его меньше чем за 2 минуты. Если это помогло вам, пожалуйста ставьте лайки и подписывайтесь, если хотите присоединиться ко мне в новых путешествиях по Бладборн. Единственный вопрос, который у меня есть к церковному чудовище, что именно дает повреждение его конечности. Я знаю, что это станет его, когда вы повреждаете их, и потом он тратит время, чтобы залечить их. Но я чувствую, есть какой-то скрытый эффект, который я не заметил. Возможно, он наносит меньше урона поврежденной рукой. Или возможно, он не может прыгать с поврежденной ногой. А может, поврежденная конечность получает больше урона. Если вы исследовали и узнали ответ, пожалуйста, дайте всем знать и занесите эти знания в вики. Субтитры создавал DimaTorzok